Всем доброго временной суток, кто присоединился к просмотру данного ролика. Это обзор спускового устройства Маша фирмы Крок. Спустя три года интенсивной эксплуатации. Сделаем беглый визуальный осмотр на износ изделия. Далее более подробно дефектуем. Ограничение веса на СО 400 кг 10 мм веревка, 500 кг 11 мм и 612. Это удельный вес, который будет умножаться на факторы рывка в разы, при котором устройство не развалится. Первое, что бросается в глаза, это незначительный износ нажимного конуса. Вместе с соприкосновением рабочей поверхности к подшипнику. Незначительная деформация пластины от карабина. Конечно же присутствуют потертости, отшлифованные до блеска в местах соприкосновения веревки. Износ самого эксцентрика в норме. Работает не закусывая. Люфты отсутствуют. Что еще сказать. Далее будем дефектовать подшипник. Люфты по оси вертикали отсутствуют. Но при кручении этот подшипник уже издает гул. И посему приобрел новые. Цена удовольствия до 100 рублей. Да, кстати, для информации. Подшипник используется 606. Имейте ввиду. Может кому-нибудь пригодится. Далее мной был обнаружен люфт крепления ручки к конусу. Сейчас с другой стороны вам покажу более наглядно. Вот смотрите. Хочу заметить, данное спусковое устройство не обслуживалось, не протягивалось в течение трех лет. Сейчас более подробно рассмотрим соприкосновение рабочей поверхности с веревкой. Видно, что все в норме. Горазда отсутствует. Раковины отсутствуют. Видно просто отшлифованная поверхность. Ровная. У меня нареканий к ней нет. В отличии, конечно, от этого клиента. Эти два спусковых устройства были куплены в одно и то же время. Просто это я забрал, а второй товарищ. Работал он достаточно недолго на нем. Практически новое устройство. И что у него произошло? Подшипник развалился. Он дальше начал им пользоваться. Нажимной экцентрик изуродовал. Не знаю, блин, из-за большой нагрузки, видать, вот это вот провернулось у него. Сейчас крутится это все. Завальцовка все нарушена. У меня все нормально. Это не крутится. Сколько проработал. Все, лепки на месте. Вот число. Числа одинаковые. На складе где-то провалялись. Индентичные. Ну, кроме вот этой крышки. Вот здесь борозда более глубокая. Здесь это. Все остальное одинаковое. Ну, разные еще хозяева. Это как брат, на котором ботинки все горят. А у этого спусковухи. Не знаю, что гвоздями сбивает. Ну, пришло время разобрать, наверное, посмотреть, что из-за чего там. В какой стороне подходить к этому подшипнику. Потому что он запрессован с двух сторон, давит все. Выкручиваем магическим способом эти болты. Болты посажены на резьбовой герметик, чтобы от вибрации не раскрутились. Берем мы эту ограничительную пластину положения каната, чтобы эксцентрик развернуть сильнее. Для удобства работы с валом подшипника. Предположение, что его туда пихают на горячую. Ладно, это история следующего ролика. Сейчас разберем ручку. Также магическим способом, специальными словами, мы это все откручиваем одной рукой. Видно, что там тоже присутствует стоп-резьба. Откручится с достаточным усиленным. Но хорошо, без всяких эксцессов. Ну вот, добрались мы как раз до внутренностей. Что мы тут видим? Смазка. Предположительно, литол. Пружина для возврата курка на место. В исходное положение. Ничего такого тут сверхъестественного, сложного нет. В принципе, притянуть можно и дальше работать. Отложим в стороночку. Что мы там видим? Далее. Далее. Ни хрена не понятно, как это дальше разбирать. Так, ну, думаю, на этом ролик можно уже заканчивать. Я более подробно изучу эту конструкцию. Вот мне здесь интересно. Вот здесь есть полоска. Думал, что это разъединяется. То есть еще одна шайба. А внутри она целая. То есть это летая. Полностью летая. Я думаю, что это как для теплоотдати. Видно, что внутренняя обойма подшипника осталась на месте. Вот изнутри. Не знаю. Надо будет посоветоваться с пацанами, как его лучше греть, не греть. Ах, рукожоп. Прям видно, блин, пассатижем и пытался ее вытащить. Всю погрыз, а. Просто убиться, блин. Спусковой. Вот моя. А вот товарища. Подписочка. Лайкусики. Смотрим продолжение дальше. Ладно. Всем пока. Жесть. Что он с ней сделал? Продолжение следует...